Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! Мы продолжаем знакомить вас с трагическими событиями, происходящими на нашей родине в Ибургском Туркестане. Как известно, в последние годы в связи с созданием китайскими оккупационными властями так называемых «Центр по перевоспитанию» ситуация резко осложнилась. Несмотря на многочисленные свидетельства нарушения прав человека, озвученные на проходившей 6 ноября текущего года в Женеве заседании Совета по правам человека ООН, некоторыми демократическими странами, китайские оккупационные власти, совершенно не смущаясь, попытались отвернуть эти факты. В частности, они заявили, что занимаются защитой прав этнических меньшинств. По словам китайских представителей, в то время как в западных странах религиозных экстремистов и террористов содержат в тюрьмах, в тяжелых условиях китайские власти используют другую методику. По словам китайских представителей, они занимаются перевоспитанием людей, главным образом уйгуров, которые заражены вирусом экстремизма. Таким образом, по словам китайских представителей, они делают благое дело, ибо перевоспитав, возвращают их в общество полноправных граждан. Однако эти вымыслы китайских властей разоблачаются свидетельствами тех людей, кто прошел через ад этих центров перевоспитания, которые фактически являются концентрационными лагерями. Кроме того, мы даем свидетельства людей, которые проживают в свободном мире, но родственники которых находятся на территории уйгурского Туркестана и продолжают томиться в концентрационных лагерях. Но сегодня мы побеседуем с человеком, который родился и вырос не в уйгурском Туркестане, а на территории Казахстана. Более того, несколько поколений этого человека также родились и прожили в Казахстане. На протяжении многих лет эта женщина занималась челночным бизнесом между уйгурским Туркестаном и Казахстаном. Тем не менее, китайские власти арестовали ее без всякого суда и следствия, абсолютно беззаконно заключили в концентрационный лагерь, где она провела один год, три месяца и десять дней. Итак, в нашей студии Гульбахар Джалилова, которая решилась рассказать о тех зверствах, которые творят китайские оккупационные власти на родине уйгуров. Разумеется, я понимаю ваши чувства и состояние, в котором вы находитесь. Но прежде чем вы начнете говорить о том, что пережили, я прошу вас рассказать немного о себе. Меня зовут Гульбахар Джалилова. Я родилась 4 апреля 1964 года. Ассаламу алейкум, дорогие соотечественники. На протяжении 20 лет я занимаюсь мелким бизнесом. Посещала Китай, чтобы обеспечить своих детей, которых воспитываю одна. Когда в последний раз меня обманным путем заманили в Урумчи, я попала в беду, о которой хочу вам рассказать. Я говорю об обмане, потому что 14 мая 2017 года мне позвонили и сказали, что я должна срочно приехать. Звонила дочка моей бизнес-партнерши, которая сообщила, что мать находится в больнице в тяжелом состоянии и она не может заниматься заказанным мной товаром. И дочка моей бизнес-партнерши добавила, что я сама должна приехать и заниматься своим товаром. Я удивилась, так как все 4 дня назад я только прилетела из Урумчи. Я попыталась возразить и стала объяснять, что я не могу так скоро вернуться. Но дочь моей бизнес-партнерши настаивала. Она говорила, что нужно обязательно приехать, так как ее мать тяжело больна. В результате 21 мая 2017 года я на такси выехала из Алматы и приехала в Урумчи. По дороге я сообщила дочери моей бизнес-партнерши, что я остановлюсь в гостинице. Я приехала вечером, а уже утром в 8 часов в дверь номера постучали и вошли несколько человек полицейских. Они показали свое удостоверение и потребовали пройти с ними. Собой разрешили взять только паспорт, а все вещи и сумку, в которой были деньги брать, не разрешили. Я подумала, что меня задержали для выяснения моих личностей. И вскоре откуда. Их было трое – полицейский казах, женщина-полицейский китаянка и полицейский китаец. Они отвели меня в полицейский участок и проверили мой телефон. Там ничего криминального не нашли. Потом показали мне фото моей бизнес-партнерши и спросили, знаю ли я ее. Я ответила, все как есть, что знаю ее, что мы занимаемся с ней бизнесом. Она по национальности казахстан. Через нее отправляла свои товары. Как выяснилось, моя бизнес-партнерша была арестована и в ее смартфоне нашли номер моего телефона. Надавив на ее дочь, заставили меня приехать. Кроме того, они начали утверждать, что я имела связь с фирмой Нур и перечисляла им якобы 17 тысяч юлайн. Я ответила, что не имея никаких контактов с фирмой Нур, вы можете позвонить и мне узнать, сказать им. Они все-таки настаивали о моей связи с какой-то фирмой Нур и каких-то перечисленных мной 17 тысяч юлайн в Турцию. Я ответила, что если бы я хотела перечислять деньги в Турцию, то не легче ли бы мне было перечислить из Казахстана, а не ехать сюда. Они сказали, что мне следует хорошо подумать и что они навестят меня через несколько дней. Немедленно они меня арестовали и поместили в тюрьму Сянган. Позже я поняла, что это была мужская тюрьма номер 3 города Урумчи. В связи с тем, что число арестованных женщин резко увеличилось, всех мужчин заключенных увезли в неизвестном направлении. А эту тюрьму заполнены арестованными женщинами. В этой тюрьме я пробыла 3 месяца. Никто не пришел ко мне в течение 3 месяцев. Не предъявили мне никакого обвинения и не вызвали на допрос. Не представили адвоката. Я неоднократно требовала представить меня адвоката, так как я являюсь иностранным гражданином. Однако мне было заявлено, что я не иностранец и мне присвоят индивидуальный номер как гражданке Китая. Моя фамилия Джалилова, но китайские власти убрали русифицированное окончание ОВА и зафиксировали меня как Бахар Джалил. Простите, хотел бы уточнить здесь некоторые моменты. Вы имеете казахстанский паспорт. Я являетесь... Первое я въехала в Китай в 1998 году. Сначала посетила Кольчжу. В 2005 году была в Урумчи. Начиная с 2010 года стала вывозить товар из китайских провинций. В частности, была в Ганчжоу. Я гражданка Казахстана. Я гражданка Казахстана. Родилась и выросла в Казахстане. Несколько поколений моих предков родились и жили в Казахстане. Я не понимаю, как, на каком основании китайские власти подделали мои документы и вели меня в компьютер как китайскую гражданку. Хочу спросить у этих китайцев, на каком основании они присвоили мне этот китайский индофициционный номер. Именно поэтому меня не могли найти. Меня искал и Фонсу Казахстан, и мои родственники, но так как я зафиксирована была, как Булбахар Джалид, а не Джаллилова, меня не могли найти. Меня заставили выучить мой регистрационный номер. Можете проверить. По их номеру я выхожу в их компьютер. Кроме того, меня арестовали как террорист. В течение одного года, трех месяцев и десяти дней они проверяли меня. В результате, не найдя ничего криминального, выпустили. Не давал сведения с консулом Казахстана. Купили билет и без шума и глазки отправили домой. На протяжении месяцев заключения китайские власти оказывали на меня сильнейшее давление. Они заставляли меня признать преступления, которые я не совершала. Они угрожали засадить меня в тюрьму на семь лет. Я все отрицала, потому что я действительно ничего такого не совершала. Я говорила им, что я бизнесмедик, что я только занимаюсь мелкооптовым бизнесом. Они хотели навещать на меня то, что я не совершала. Я не соглашалась. Они грозили, что могут семь лет держать меня здесь под следствием. Я сказала, держите, но я не могу признать то, что я не делала. Хотите, расстреляйте. Через три месяца меня перевели в лагерь Аркан. Это была наполовину мужская, наполовину женская тюрьма. Затем еще через несколько месяцев в лагерь Мидун. За девять месяцев в четыре раза я попадала в лагерную больницу из-за гипертонического кризиса. Давление было 200 на 140. Одна сторона тела у меня была периодически отнималась. Это больница Зан Шо Ян, обслуживает пять тюрем. И некоторые ее отсеки были страшнее самих тюрем. Там пять видов заключенных. В этой больнице есть все мои данные. В частности, там находились в отделенных благах те, кто был приговорен к пожененному заключению. Вместе с ними я испытала все тюремные трудности. Значит, вас обманным путем завлекли в вручу. У вас граждан в Казахстане. На следующий день после въезда арестовали. Правильно ли я понял, что это произошло в мае 2017 года? 21 мая я въехала в гостиницу, а 22 мая утром меня арестовали. Они вызвали вас на среду телефонного банка, который сделала дочь вашей бизнес-партнершей? Да, и звонок был сделан с ее телефоном. Хотя она сама уже была арестована. Я справлялась уже после выхода из лагеря. И дочь моей бизнес-партнерши говорит, что она до сих пор находится под арестом. Здесь важно уточнить, что китайские власти мало того, что без разбора задерживают и подвергают незаконному аресту и пыткам своих граждан только потому, что они уйгуры, но еще и обманным путем вызвав гражданку другой страны, а именно Казахстан присваивают ей регистрационный номер, произвольно меняют ее фамилию и вводят в компьютер ее индивидуальные данные. Таким образом, они абсолютно незаконно игнорируют ее казахстанское гражданство и произвольно включают ее в гражданство Китая. Присвоенный ей регистрационный номер следующий – 650-102-19-640-404-12-28. Ее фамилию Джалилова производно изменили на Джалилу. При этом те, кто ее арестовал, знали об этих изменениях, а лагерное начальство об этом не знало и относилось к ней не как иностранки, а как гражданки Китая. Это вообще ужасное беззаконие. Таким образом, вы, попав в лагерь, безусловно, испытали огромные трудности. Что вы можете конкретно рассказать о пережитом? Конечно, за одну передачу вам невозможно рассказать то, что вы пережили. Первый день заключения я сильно испугалась. Очень испугалась. Ведь это была настоящая тюрьма. Высокие стены без окон. Камера 6 квадратных метров. Там же отхожее место, огражденное прозрачными стенами, сквозь которой видно все. Неимоверная вонь стоит по всей камере. На второй день у меня поднялось давление. Однако, до 10 дней надиратели приглядывались ко мне, ограничиваясь лишь измерением давления. Мне становилось все хуже. Меня вывели подышать на воздух, но это не помогло. Лишь на 10-й день меня повезли в больницу Жан Суян, которая обслуживала 5 тюрем. При выходе из камеры мне на голову надели черный колпак. Я не могу. На руки наручники, на ноги 5-килограммовые кандалы. В коридоре стояли вооруженные автоматами солдаты. Нас приковали наручниками по парам. Я очень испугалась, думала, убьют, наверное. Какая-то женщина, вероятно, постарше меня, по возможности успокаивала меня и просила про себя молиться. Она крепко сжала мою руку. Руки мои тряслись. При посадке в машину с железным фургоном, приподняв колпак, я увидела, что нас было 10 женщин. Мы все подумали, что нас везут на расстрел, так как нас сопровождали трое автоматчиков. Через минут 40 нас привезли в больницу. Это большая тюремная больница, которая обслуживает несколько тюрем. Измерили давление, послушали сердце. Давление было 195 на 145. Думаю, что они проверяли, нет ли среди нас симулянтов, которые притворяются больными. Дав нам лекарства, отправили назад в тюрьму. Через 10 дней вновь меня отправили в больницу, а затем вернули назад. Хочу сказать, что в больнице постоянно находятся те, кто приговорен к пожизненному заключению. Мы же являлись заключенными, которые лишь подозреваются в совершении противоправных действий. Тем не менее, нас часто меняли палатами камеры. Я, например, поменяла за 20 дней несколько таких палат камер. Практикуются изменения в количестве заключенных. Некоторые заключенные вывозятся в неизвестном направлении, другие поступают на их место. И так происходило очень часто. Ежедневно поступают и выбывают из одной палаты камеры по 20-30 человек. На всех надевали черные колпаки. В больнице же находились приговоренные. Многие из них были приговорены к пожизненному заключению. Они страдали странными болезнями. Например, били с головой о стену. Я видела одну девушку в таком состоянии. Ее привязали к кровати. Через пару дней ее увезли. Затем ее увезли в неизвестно куда. Были те, кого часто охватывали припадки. Над ними проводились операции. И после операции их привозили в палату камеру. Прямо с открытыми ранами, с открытыми швами и язвами. В камере маленькое окно, теснота. То есть в одной палате находились и те, кого оперировали, и те, кто был подвержен припадку. В основном же это были те, кого уже осудили. За что их осудили, мы не знали. Я и некоторые, как я, были лишь подозреваемыми. И над нами не производили операции. В палате нас находилось около 30 человек. Там же находилось отхожее место. Правда, там есть небольшое окно. Я лежала с теми, у кого был туберкулез. разговаривать запрещено. Если заметят, то сажают в картер. Ужасное место. Без света. Я там не была. Но по рассказам, там же отхожее место. Девушки рассказывали, что там камера метр на метр. Невозможно спать, так как туда запускают крыс. Туда уводят в основном молодых. Сидя промучившись неделю или 10 дней, молодые девушки, не выдержав, просят надзирателей прощения и делают все, что пожелает надзиратель. Когда я второй раз находилась в этой больнице, там же находилась жена известного предпринимателя по имени Лохман. Я рассказываю об этом, так как я переживаю за своих соплеменниц, находящихся там. Многие из них уже погибли. Я, конечно же, переживаю за своих... Я рассказываю об этом, так как я переживаю за своих соплеменниц, находящихся там. Многие из них уже погибли и, конечно же, переживают за своих детей. Но я не могу молчать, потому что я уйгурка. Во мне течет уйгурская кровь. И я должна рассказать о том, что делают с моими сестрами китайские изверги. Не могу молчать. Не могу. Те, на ком синяя одежда, это осужденные. На нас была желтая одежда, так как мы лишь подозреваемые. Еще есть те, которые приговорены. Их усыпляют. На моих глазах усыпили одну женщину, сделав ей укол. Когда я подумала, что у нее бессонница, и ей били снотворные. Но мне сказали, что сейчас в Китае отменена смертная казнь через расстрел, а потом ее усыпили навечно. Что, мы это ввели уколом? Да, да, уколом убили. Я думала, что помогает ухнуть. А они, оказывается, сейчас не расстреливают, а убивают инъекциями. Что касается лагеря, то там многие теряли сознание. Были также те, кого охватывали припадки. Они падали, но им нельзя было оказывать помощь. Нас предупредили, что те, кто будет оказывать помощь, будут подвергнуты наказанию. Если кто-то пытается помочь, тех строго наказывают. Потом врачи проверяют, посмотрят и снова уходят. Надзиратели сказали, что через установленные видеокамеры они 24 часа в сутки наблюдают за нами и сами определяют, кто действительно болеет, а кто симулирует болезнь. Питание в лагере скудное. Я весила 75 килограмм, а теперь 55 килограмм. Я похудела на 20 килограмм. Утром сдобная лепешка, немного похлебки. В обед моченая капуста и снова сдобная лепешка. Вечером опять сдобная лепешка и моченые огурцы. С нами сидела девушка и женщины от 14 до 80 лет. Никто не наедался. Крепкий сдобный хлеб размером с яблок. Вот и весь завтрак. В обед дают такой же кусок хлеба и капустный суп, но без капусты. Вечером дают огуречный бульон. Там пару кусочков огурцов. Молодые девушки не наедались, бедные страдали очень. Мы просили увеличить рацион, но никто нас не слушал. Вы побывали, получается, в трех лагерях? Да, я побывала в трех лагерях в Сан-Кане, Аркане, Недуне и больнице тюремной Жан-Со-Ян. Я поменяла три лагеря и лежала в больнице. Пусть китайцы проверят. Это все зафиксировано. Это правда. В лагерях находятся безвинные люди. Но что могли натворить 14-летние и 15-летние девочки? Иногда после семи вечера удается перемолвиться словечкам. Я тоже говорила сокамеренникам свою историю, что меня подозревали в том, что я отправила деньги в фирму Нур. Я ничего этого не делала. Я давала деньги своему партнеру по бизнесу. Я ей давала, но никому не переотправляла сама. Они хотели выбить из меня признание в том, что я не делала. Я не соглашалась. там приводили совсем девочек 14 лет. Одна такая 14-летняя девушка была арестована за то, что в ее телефоне нашли фото женщины, делающей дуа. Разве это преступление? Просто красивое фото. Другая 27-летняя женщина была арестована сразу же после родов. Ребенка отняли у нее. Это Бузарам, Две Марьям, Марьям Хаджим, Гузохра, Мехригуль, Арзегуль, Резвангуль. Они все были со мной. У тех, которых арестовали сразу после родов, прямо с грудей текло еще молоко. Так женщина Айшам 41 год, предпринимательница. у нее прямо текло молоко с грудей. Оказывается, шестимесячный ребенок остался. Мужа до этого тоже арестовали. Не знает, сама, с кем ее дитя осталось. Ей сказали, что государство позаботит. А я маму, ким ким? Каму харао бқалды, мэм, ирм, киркеткен. Азыл ким. Ажы, балағырм калды, мэм, дейді, Хөмәт, ашы, саққа, саққа, балағым кіне кінец, Балағым кім караасы, саға, хатты, көле бол бағы балағы, Хөмәт, хөмәт. Күнеге ашы лагырда... Көнеге ашы... Дорогие соотечественники, мы не решались показать на экране шрамы и увечья, полученные ею во время пребывания Гульбахрама заключения. Можете показывать. Я лишилась здоровья. У меня большие проблемы с желудком. Пусть весь мир видит. Я разрешаю. Покажите. В 2018 году, 3 сентября. У Румчи? Да, из Урумчи. Они сами сопроводились? Да, я хочу поподробнее рассказать об этом. Прежде чем отпустить меня, китайские изверги 24 часа держали меня, привязанным к железному пыточному стулу. Это ужасно. Ноги куда-то там суют, руки крепят. За это время не давали ни есть, ни пить. Требовали признать то, что я не совершала. Я не признавалась. Тома я не innate, ни пища нет, ни пища нет. Они не значили. Причем не принесли. Я не знаю, что это понятно, как это блист. Причем сколько я ни разу. Я не знаю, что это надо. Я не знаю, что это так. Я не знаю, что я думал, что это по-английски. Я упала в обморок, очнулась снова в больнице. Многие не выдерживают пыток. Одна женщина по имени Патыгуль ездила в Египет на три месяца. Ее сильно пытали, рвали волосы, били. Полу мертвую доставили в камеру, потом нас же, заключенных, заставили следить за ним. Со мной говорят. Нас вернулись на международный начинок. Я по-другому замещу, я пошел в Лагер. Хочу его, я пошел в хлопливом, я пошел в Лагер. Я по-другому замещу его, я по-другому замену. Яaktану получил до старшого ребенка. И меня по-другому замещу, она потихуя. Разрешали давать ей воды. А так другим к воде даже не разрешается приближаться, подозревая, что мы совершаем омовение. Одна девушка поправила челку, и ее жестоко наказали, сказав, что она совершила омовение. Любое действие, напоминающее совершение намаза, молитвы, жестко пересекалось и наказывалось. Сразу же надевались кандалы, отхожее место просматривалось. Туалет и стеклянный, чтобы было все видно охране. Кто способствовал вашему выбору? Моя семья. У меня трое детей. Сын и две дочери. С мужем я развелась 22 года назад. Сын Ахмеджан совершил хадж. Две дочери. Мои родственники обращались во все инстанции, начиная от Министерства иностранных дел Казахстана до США и международных организаций. В Москву писали. Но так как мне изменили фамилию и включили в китайское гражданство, никто не мог меня найти. Меня не могли найти, потому что они записали меня как гражданку Китая, а не как иностранных. Как можно иностранного гражданина держать в тюрьме? Через год и три месяца мне заявили в комнате допроса, где нет камеры, что мое дело завершается. И вскоре меня должны выпустить. Потом начались ежедневные усиленные допросы. Я ни в чем не признавалась. Наконец, меня вновь отвезли в больницу, где стали подкармливать, давать лекарства. Давление 195 на 145. Там они решили, что перелет в самолете я с таким давлением не выдержу. Решили подлечить, наверное. Стали усиленно меня готовить к освобождению. Два дня пичкали витаминами. Я находилась в 209-й палате. Я ученая, что здесь, в моем году, в моем ребенке, в моем ребенке, в моем ребенке. Решили, когда работал в своем ребенке, проводил сухи, он купил сухи, он купил сухи. Мені шақырды. Мені аш сақчыла нымқылды. Ям қалып, қалып, қалып кедіріп, көзі селеп, кішән селеп, ям талаға чықты. Ачыққа вақта. Ачыққа вақта. Акыя қалып, қалып бағын. Изден келетіп, келетіп күстіктеннен. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Распу ягаму дам и шевмей шаладу. Распу ягаму дам. 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 Распу ягам. Ягаму дам. Распу ягаму дам. Распу ягам. 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 После шести месяцев по прибытии в Урумчи она зашевела. Все женщины в лагере, сидевшие со мной, были побриты. Все подвергаются побоям. Покажите снимки моего тела. Оно все в шрамах. Пусть весь мир видит. Совет Fest и не заботит. Веденови ки звени, кистины. Видеоняк в шести восемьи. Могу заботиться на белом rahще. Вы насмирали целый мир и создавали пиратик. Прис Nebraska вскрыгнулся, просто- Без ajustей, возможно, если вы выяснили, вы слышите что может быть, может быть, не должно быть об этом, но на это совершенно другое. Например, если вы обучили в школе в школу, в школе, в школе, в школу и в школе, в школе, в школе, в школе и в школе. Если вы обучали, есть ли они учением, нет, учатся? Дерс учитывается? В первых, искамеры и искамеры, и искамеры. нам выходить нельзя. Каждый день нас заставляли петь китайские песни. Если кашлянул во время пения, то повдвергнешься наказанию. За каждое движение мы должны говорить спасибо. Даже если нас оказывали, мы должны говорить спасибо. Под жестким контролем, как в армии, кричим песни. Если услышать, что мы говорим по-югурски, то вся камера подвергнется наказанию. Можно говорить только по-китайски. Я делаю80,000 рублей, чтобы я жду. Я делаю 80-х и в 50-х. Когда вы расскажите, вы удивите, что вы понимаете, что вы понимаете, что вы получаете желток? И вот это было. Мы понимаем, что мы получаем желток, когда мы получаем желток, не знаю, мы можем любить желток. Мама говорит, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Мы амб Distanz салят, когда у нас будешь зубок, мы зубок салят салят, мы салят салят. Мы разговариваем в preacher Ббит, чтобы мы дважды зубок салят. Мы разговариваем в ворioned ворот, в пустынке, в дважды жилых женщин. И мы разговариваем в зубок салят салят салят. Мы разговариваем в зубок салят салят. Мы раздавли из каждой кورи, человек в моем среду зазала на период каждой капу. Мы раздавли из каждой капу, мы раздавли с каждой капу и мы раздавли. Мы раздавли с вторым кутком. Моем бы раздавли это. С 40, можно было с нев DESA. Мы раздавли с samскими людей, с людьми мы раздавли, у нас можно разочетать его сначала какой-то, но следует мне. Потому что это такое. Субтитры и его твой человек. Ааа? Ну а где-то? Я думал, что он не думал, так что он не думал. Тогда поверил, так у меня не думал. Вы извините меня, но я не могу не сказать, что женщинам в еду добавляют лекарства, от которых потом пропадает менструация. Конечно, никаких средств в гигиену не дают. Если приходят у женщин, то это просто ужас. Даже тряпочек нет, не то что каких-нибудь прокладок, салфеток бумажных даже нет. Моемся в неделю один раз, вода выходит из крана, заходим по парам, на пару выделяется две минуты. Моем только лицо и голову, мы практически, мыло нам практически не дают. На 30 человек дают пачку туалетной бумаги, в которой всего лишь 12 салфеток. Эти 12 салфеток делим на 30 человек. От грязи на теле у женщин появляются разные язвы, просто доводят до ужаса. Парам, салфетки на 30 человек. На 30 человек, когда мы не дают грязи на 30 человек, мы не дают грязи на 30 человек. Ишкедын-ишкедын-ишкедын кырмыз. Крымплык-чық кетміз. Крымплык-чық кетміз. Крымплык-чақымплык-чық кетміз. Мүмкін амаз. Күнеге бәлсен, машиндақ бір қағазыны беруді бізге. 24 часы жүр қағазыны шілтіміз. Су білер жүйш мүмкін амаз. Суғы чекілмаймыз. Біздаймаға әткерлік. Маштақлық жүйіміз, кәшті жүйіміз. Жүмек күн бірлік қытым дәдініміз жүйіміз. Бұлмышы, суғы чекілмаймыз. Суғы мүмкін амаз. Шүйіміз. Суғы мүмкін келі қағазы беруді. Этот шоң тарап қығанды қағаз жүстіміз. Ашқақ жүргі алақты көзіріміздің, бұлымыздың, зүған болмыз. Бұлымыз етіш білмеміз. Әштақ кіті қағаз беруді? Ай мүмкін күтіл. Сауғы мүмкін күтіл бір қағазыны берді дәйізың екшінде бір қағаз ба. в 18 сентября. 18 сентября яrus, которые отмерил их, по Cantigneю. У меня уже было на 20-20 сентября. The only one day I was having to pick up as 30 сентября. Мне не было ни одна единицами, поэтому мне кажется, что у меня ни одна девушка, не надо отослать их. В нем нет ничего, но кто-то так ненавидит. Вблизи по моему секунду я жалко, что мы бешествуем. Мы стараемся, я сижу в него и встречу. Мы стараемся. Вы берите с дверей, но ты не дайся же тебя. 25-яш-лык урюмчилек аш-қыз күрдей. Күргеннекен бұрқызын ке ашақта қашқанын ке ашы текарат қыватуду кавап хан бағу, кавап шырлған еді шылайду. Сымыны менсура. Аш аялын ке ғошудын кететкен. Тұрп-тұрплы ғошудын кеті бақы. Німдейді? Тұрп-тұрпызын кеткен. Тұрп-тұрпызын көе. Тұрп-тұрпызын кетділ тұрпызын ке ағырықы. Тұрп-тұұрпызын ке бақы. Аш аялын кеткен. Тұрпызын ке ашы «ғақты жықылы», тұрпызын ке ашы. Бұл макбірттің көріпі. С нами была одна девушка из Кашгара по имени Мансура, страдающая припадками. Оказывать помощь им категорически нельзя. Одна девушка по имени Махпират, 25 лет, хотела помочь ей. Начала открывать ей рот, высовывать язык. Тут же подбежала охрана, и врачи, и грубо выругов ее, отправили за это в карцер с крысами. Через неделю она вышла оттуда, полуживотно. Нам давали лекарства, от которых мы впадали в безразличное состояние. Нам казалось, что мы всю жизнь находимся в этой камере, забываем родных. Это лекарство влияет на память. Даже не можешь вспомнить родных, ничего не приходит на память. Раз в месяц у всех нас брали кровь. Из пальца и из вены. Делали нам уколы. От уколов женщины там ходят, как живые мертвецы. В общем, на нас проводили опыты, не проверяя, болеем ли мы чем-нибудь. Может быть и спид, может быть и туберкулез. Ох, я Рад... Это не только что сейчас. Вы завершили, вы завершили в России, Казахстане и государственные архивы. Нужно ее этаповы получить на себя. Абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как же я могу жить своей жизнью теперь? У меня нет родственников в уйгурском Турскистане. Я родилась и выросла в Казахстане. Но я уйгурка, уйгурка. Во мне течет уйгурская кровь. И на мне лежит обязанность говорить, говорить и все рассказывать от имени тех, кто безвинно продолжает томиться в китайских застенках. Меня губыназыз ятқа, хердаттёрсу аманаттыру ба. Мен жүгер мүкін мұм бұлмай, уйген келіп, баллырмен мұз сақсалымад, хердаттёрмен мұз аман, әміз. Аманаттыру ба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меня незаконно держали год, три месяца и десять дней Я вот сейчас спрашиваю у этих китайцев За что вы меня так мучили все это время? Ну проверяли бы два, три дня, ну десять дней Ну за что год, три месяца и десять дней? И сами же сказали, что я невиновна Что я сделала такого? А? Пусть ответят Что же я сделала? Обвинили террористом, потом оказалось, что не террорист За что я мучилась в этих тюрмах вместе со своими соплеменницами? А, ну за что что меня так 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 и он сказал Только я нахланím, чтобы ты Мы даже не могли спать. Места не хватало. Камера 7 метров. Из них полтора на отхожее место. Спали на железных нарах. Спали по очереди, так как в камере 30 человек. Подъем в 5.30. После так называемого завтрака сидим в неподвижной позе, в тесноте. Там нельзя протягивать ноги, нельзя смотреть друг на друга, так как наказывают, обвиняя в том, что мы разговариваем друг с другом с глазами. Спали по-другому осталось около них. Стоян с часами разговариваем. Ускоренera разговариваем и осталось разговариваем. С часами стр Başна и штанг. Я не знаю, как это дело. Итак, у нępно искренне рассмотрим эту историю. И мы росли общаться с украшением украшем. Расскажем, я памятник от друга со всеми состязаниями и Pointe-RC. Но во время до сих пор я спрашивал меня обратно, в комментариях. Америки были. б раманен ба раманен ба раманен башу. Бу вич дан бу горуру киептімене. Буна ойлешіма іс келець, бу нургул缯ган геплерни, ойлешігалдаган, нургулган геплер, купа ікалдаган бірсоз. Білянی мишо. Ба яно ма шо, Яны існах зукуаган ба им тихинь бак си зор улишам, сі ісциде айде сен, тихинь бак кюхомоа улڈо, кюген кюрладин, но это не так. Мы касаемо домашнего, а пока здесь Рассказывать можно много. Например, одна таджитская девушка по имени Саджида была арестована за то, что у нее нашли номер телефона. Мухаммад Салиха, теолога, философа, переводчика Курана на уйгурский язык. За это же была арестована Гульбахара Азиз. Она писательница и адвокат. Ее должны судить, в то время как Саджида превратилась в невменяемую. Я видела, как и умирали от побоев. В частности, девушка по имени Хурият. Она была арестована за посещение Турции. Ей было 27 лет. Это девушка на фотографии Гульбахар Азиз. Ей 43 года. Ее посадили за то, что у известного переводчика Курана на уйгурский язык, Мухаммада Салиха, нашли ее номер телефона. Я сидела с ней в тюрьме 3 месяца. Однажды она сказала мне, «Гульбахар, ты обязательно выйдешь. Ты должна рассказать всем людям о этих зверцах, которые происходят тут. Пусть весь мир знает». Если услышав эти откровения, мы сможем жить дальше и радоваться жизни, оставаясь равнодушными к убийству наших братьев и сестер, то это значит, что наши сердца уже давно мертвы. «Ля хау ля ва ля кувату и ля билляхи». Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. На Него мы полагаемся. И только Его просим о помощи.